То и разрешили, снимать в больницах можно. Вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача, в котором снят запрет на съемку в медучреждениях, а также введены новые правила карантина для контактировавших с зараженными. Сегодня же объявили о ряде послаблений. Ирина Вобещевич расскажет подробнее. Эписитуация в республике стабилизируется, хотя ряд регионов, в том числе и наш, остаются в красной зоне. В этой связи казахстанцев решили побаловать рядом послаблений. Вчера вступившее в силу постановление вновь дает право гражданам производить видео, аудио и фотофиксацию пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных. Потому что иногда надо знать людям, что творится за стенами. Поэтому я считаю, что нормально. Неадекватно они ведут себя. Начинают орать, начинают свое яд оказывать. Я уже даже не хожу по больницам. Мы, допустим, как врачи, иногда нам тоже не тяжело, когда на нас тоже льется грязь, грязь, что вы так делаете, вы не так делаете. Больше порядка будет, пациент будет защищен. Это до этого же было раньше. Опять вернулась. Думаю, это хорошо. Почему нет? А что скрывать? Если ничего скрывать, то почему надо это запрещать? Я считаю, что правильно, конечно. Пусть снимают. И во всех правоохранительных органах говорят. Это является доказательством. Ваша съемка будет являться доказательством каких-то неправомерных действий. Также теперь в случае регистрации больного с подозрением на COVID-19 контактными лицами считаются, как прежде, проживающие совместно с зараженным COVID-19 в одном жилище, имеющие незащищенный прямой контакт с больным, находившиеся в закрытом помещении без использования защитной маски, например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице вместе с зараженным COVID-19 на расстоянии менее полутора метров в течение 15 минут или более. Пассажиры самолетов, автобусов междугороднего сообщения, поездов, которые находились на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел больной. Как и раньше, контактные должны в обязательном порядке находиться на 14-дневном карантине. Однако теперь исключение составляют те, кто прошел полный курс вакцинации. Если у них нет клинических проявлений, то им не обязательно самоизолироваться. Из-за того, что ты привился, ты являешься наименее опасным для окружающих тебя людей. И у тебя больше, как сказать, преимуществ. Прививка стопроцентная тоже не дает гарантии, но ты тоже можешь так же заболеть, если не будешь мерой предосторожности. Она стопроцентная не дает гарантии, она защищает, конечно, но стопроцентная не дает гарантии, что ты не заболеешь. Сегодня межведомственная комиссия приняла ряд решений, которые порадуют многих. В частности, с 27 сентября разрешается проведение мероприятий с участием сотрудников и посетителей с безопасным статусом АШИК. Это всевозможные тои и поминальные мероприятия. Правда, собираться смогут в регионе с красным статусом всего 50 человек. Разрешены конференции, спортивные мероприятия, марафоны, зрелищные мероприятия, жума-намазы, но также с ограничением людей. Помимо этого, поручено возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами. А также возобновить безвизовый режим для въезда в Республику Казахстан с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией, высоким уровнем вакцинации населения.